Они что-нибудь и покажут. Очень много новых, свежих лиц. Давным-давно было так, что два игрока из Лестера в стартовом составе сборной Англии, а именно в 99-м году, пройти далеко. Правда, если вот английские вратари будут играть так же, как сейчас Форстер, как сыграл Батланд, все-таки тут, я думаю, что ирония не им местна. Он получил тяжелый... В центр передачи и побежал туда за спину Роуза. Роуз, однако, догоняет. А вот так можно через центр и пробить, я думаю. Ну, последние там годы, после провалов, обыкновенно выдает очень сильный цикл. После поражения от сборной России Голландия вышла в финал чемпионата мира в 2010-м. Именно он сыграл в отборе. Дальше Янсен и Смолинг. А вот здесь уже как раз момент для англичан. Роуз подходит к штрафной передаче. Барди и удар! Промес. Подача. Ох, как! И здесь момент для гола удар! Все, не будем даже досматривать игру по телевизору. Паркли с дальней дистанции. Опять пришли. Милнер, смотрите, поменял позицию. Шел из центра на фланг. Здорово. Старич поставляет мяч Адам Лолана. Ну, вот в этом Лолана. А это гол. Ого! Сборная Голландии. Все сбиваются в кучу. И здесь фантастический пас на Уокера. И группа атаки. Седьмой Депай, девятый Янсен и Семат Тунарсен. Что сказать, что вот она сборная Англии. Пока очень сложно. Баркли здорово прошел. Под удар Лолане. Рядом. Согреб, при том, что он воякс, человек очень повидавший. Но вместе с тем еще предстоит. Ой, какой момент интересный. Ох, какие дела. А еще разочек Афилай. А дальше передачку в штрафную. Вот она. Не было ли там игры рукой? Вы внесете. Оп. Вот такие вот. Началось. Солидарность с тобой. Дело в том, что... Попробовал обострить. Здесь было нарушение правил. Нет, можно играть. Показывает орбитер. А вот отсюда... Ну, так, да. Я сказал, что Янсен. Ну, за что, действительно, ну, все-таки... Это же в Англии дело.